Привет, у микрофона Саша, и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. Ведь Apple пригласила на презентацию 18 октября в 20.00 по московскому времени, и это снова будет онлайн-ивент. Давайте обсудим, что же покажет Apple, двигаться будем от стандартных новинок до самых интересных. Поэтому досмотрите выпуск до конца, чтобы у вас не осталось вопросов. Отдельное спасибо за ваш лайк и комментарий больше, чем на три слова. Мои подписчики самые лучшие. Когда в осенние месяцы выходит много новых продуктов, Apple часто проводит второе мероприятие в октябре или ноябре, как например в этом году. Apple планирует транслировать осенние события в прямом эфире на своем веб-сайте, на YouTube-канале и на Apple TV. Также после ивента я сделаю полный обзор на все новинки. Слухи уже несколько месяцев пророчат нам новые 14 и 16-дюймовые модели MacBook Pro. И судя по всему, Apple наконец-то готова их выпустить на презентации 18 октября. По утечкам 14 и 16-дюймовые модели MacBook Pro будут иметь обновленный дизайн с более тонкими лицевыми панелями и более крупными дисплеями. И мы уже видели намеки на разрешение 3024 на 1964, а также 3456 на 2234. Такое разрешение в новых MacBook позволит увеличить резкость изображения ретина в два раза. Будут более четкие изображения и текст. В новом MacBook Pro будет использоваться чип M1X, который является более быстрой и мощной версией M1. Плюс он может поддерживать до 32 гигабайт оперативной памяти. В новом MacBook Pro вернется возможность подключения MagSafe, которая заменит USB-C. Apple также возвращает порт HDMI и слот для SD-карт. И не будет сенсорной панели, а Apple вместо этого повторно использует стандартный функциональный ряд клавиш. Модели MacBook Pro 2021 года будут иметь дизайн в стиле MacBook Pro до 2016 года. При этом Apple решила отменить многие изменения, которые были внесены в обновление 2016 года. В общем, как минимум это уже вызывает интерес и мне кажется презентация действительно будет огонь. На ивенте мы также узнаем, когда выйдет macOS Monterey. Мы думали, что AirPods 3 могут появиться на сентябрьском мероприятии Apple, потому что имеет смысл представлять новые AirPods вместе с новым iPhone. Но этого, к сожалению, не произошло, поэтому скорее всего они выйдут на октябрьском мероприятии. Ведь слухи про них уже ходят достаточно давно и многие проверенные инсайдеры говорят, что вот время уже настало. Новые AirPods 3 будут иметь более короткие стержни в стиле AirPods Pro. Чехол также будет выполнен в стиле AirPods Pro, но AirPods 3 станут более доступным вариантом, нежели AirPods Pro, потому что в них не будет активного шумоподавления. Также у Apple могут быть в рукаве некоторые сюрпризы, такие как новая версия Mac Mini на процессоре M1X. И еще по-любому будет какой-то One More Thing, про который нам ничего не слили, я вот прям чувствую. Но, к сожалению, больше достоверных утечек про эту презентацию просто не было. У нас есть точная инфа только про новые MacBook Pro и AirPods 3, больше мы ни о чем не слышали. Так что на ивенте точно стоит ждать новые Mac и AirPods 3, а все остальные новинки будут для нас большим сюрпризом. Поэтому обязательно нажмите на подписку и колокольчик, чтобы не пропустить видео с презентацией. Почему-то аж вот столько людей смотрит мой канал без подписки. Как по мне, намного удобнее подписаться и нажать на колокольчик, а после получать видео самым первым. Тогда вы точно будете в курсе всех последних событий и утечек. Огромное вам спасибо, что досмотрели до конца. Также я очень жду ваш лайк и комментарий больше, чем на три слова. Только это помогает дальше жить каналу. Увидимся очень скоро, думайте иначе, пока.